Продолжение следует... Дорогие друзья, меня зовут Ростислав, и сегодня мы с вами посмотрим, что происходит, когда 6К ММР игрок заходит на 4К. Играет наш сегодняшний герой на своем сигнатурном персонаже Мипа. Как все мы знаем, данный персонаж способен сноуболить игру, и до 25 минуты просто обязан сносить трон. В противном же случае, противники выносят свои базовые слоты и начинают порчить Мипа жизнь, тем самым абсолютно выключая данного персонажа из игры. Хотелось бы затронуть пики команд. В данной игре они зеркально отличаются. В том плане, что пиксел света в основном рассчитан на раннюю агрессию, в то же время как пик противников раскрывает свой потенциал лишь в лейте, тем самым обрекая себя в начале и середине игры, что собственно и нужно Мипа. На линии нашему герою будет противостоять Саленсер, что не очень-то приятно, но к счастью, хп у него не так уж и много, а раньше так и не так уж и велик. К тому же у Мипа есть замечательный спелл Пуф, который наносит урон по области, что является визитной карточкой данного персонажа в тандеме с Блинк Даггером. У хороших игроков на Мипа существует некий таймер перед глазами, что и побуждает их не терять ни секунды, а фармить все, что только можно. Что и делает наш герой, пропушивая линию и в это время фармит нейтралов. Потому что так или иначе, время идет на минуты, а потом не на секунды, когда Мипа может реализовать свой потенциал до того, как это сможет сделать Медуза и Спектра. Думаю, не открою ни для кого Америку, сказав, что Мипа для доминирования на карте необходимо всего несколько слотов. Это Этериал Блейд и Блинк Даггер. Уже с этими двумя итемами, Мипа представляет смертельную угрозу практически любому персонажу. Но, даже не имея таковых, при правильной брошенной сетке, стирая в данном случае Мидера. Подтверждая свои слова о небоеспособности персонажей, которые раскрывают свой потенциал только в Лейте, очевидно, что пару райсбендов у Спектры недостаточно, чтобы остановить эту ушастую группу быстрого реагирования. Кстати, стоит заметить, что у Мипа получается очень даже успешно спушивать товара. К некоторой кульминации подходит данное противостояние, так как у нашего героя появляется Этериал Блейд. В данном сражении будет наглядно показано, насколько сильнее Мипа своих оппонентов. Я очень люблю называть Мипа группой быстрого реагирования, потому что лишь единицы героев доты могут практически моментально перемещаться по карте, чем и способны перевернуть исход битвы. Жизнь саппорта, к сожалению, спасти не удалось, а вот сделать победу для нашего героя еще проще очень даже. Фактически, на данном этапе, игра для противников уже окончена. Мипа имеет все для победы. Аегис, два Этериал Блейд и Блинк Даггер. В то время как оппоненты успели разжиться лишь разгонными итемами, и к противостоянию с нашим героем они абсолютно не готовы. Было бы целесообразно с их стороны сножить оружие. То, что происходит сейчас, это уже агония. Шанс противников на победу равны нулю. К сожалению, наше видео подошло к концу. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также в подсказках я оставлю плейлисты с моими не менее интересными видео. И обязательно посетите группу ВК. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok